На телеканале Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Ливневки не справляются, когда коммунальщики ликвидируют последствия затяжного дождя. Ковид наступает. Ждать ли горожанам возвращения санитарных ограничений? Ремонт по плану. Когда преобразятся городские пространства? Спустя два года в Омске запустили систему 112. Десятибальные пробки и полуторамесячная норма осадков всего за день. В Омске подводят итоги и подсчитывают ущерб после ливня, который накрыл город и часть области накануне. Многие мечи уже сравнили разгул стихии с недавним наводнением в Сочи. При норме 66 мм осадков для всего июля за сутки в городе выпало 83 мм. Об этом сообщили синоптики обертышского УГМС. Ливневки с трудом справлялись с потоками воды. Из-за этого дороги и тротуары превратились в каналы наподобие венецианских. А во дворах домов раскинулись грязные моря. В некоторых районах города пропало электричество. И не везде его подачу удалось восстановить оперативно. Сообщается и о поваленных деревьях. Хозяева частных домов жалуются на свои проблемы в соцсетях. Говорят, такого обильного полива посадок не ожидали. Город встал в десятибальных пробках. Из-за этого многие амичи больше часа не могли добраться домой с работы. Столкнулись с проблемами пассажира общественного транспорта. Движение троллейбусов и трамваев пришлось остановить. Из-за большого количества воды продолжать работу оказалось слишком опасно. Однако погодное ЧП сыграло на руку водителям такси. Агрегаторы ссылались на повышенный спрос. И в итоге, как сообщили СМИ, за попытку уехать из центра города в спальный район, амичи вынуждены были отдавать около 500 рублей. Дорожные службы и аварийные бригады мэрия привела в режим повышенной готовности. Коммунальщикам пришлось бороться с затоплением подземных переходов и откачать больше 740 кубометров воды с дорог. Смонтированные на магистрали Хлебневки сами не справлялись. Проблема локальных подтоплений, особенно после обильных дождей, к сожалению, существует в городе. Территории улично-дорожной сети Омска лишь на 20% оборудованы ливневками. И многие из них уже нуждаются в реконструкции. На участках, которые не оборудованы ливневками, в зонах своей ответственности дорожные службы по необходимости проводят откачку воды. В воздух через воду. Транспортная прокуратура заинтересовалась потопом в центральном зале Омского аэропорта. На кадрах и соцсетей во всей красе показан местный водопад. Дождевая вода хлынула внутрь через перекрытие. К счастью, происшествие не повлияло на работу аэропорта критически. Ни один рейс не был задержан. Надзорное ведомство проведет проверку исполнения закона о соблюдении прав пассажиров. Тем временем прогнозы метеорологов оптимизма не внушают. По их данным, дожди в ближайшие дни не прекратятся. Амич нашел новорожденного ребенка. Это случилось в ночь на 28 июля. Неизвестный привез малыша в шестой роддом. Сказал, что обнаружил его в поселке Солнечный. Мужчина передал ребенка врачам и уехал. Информацию сразу же направили в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Устанавливают личность мужчины и проводят проверку. Тем временем медики говорят, малышу ничего не угрожает. По словам специалистов, он родился здоровым. Мальчик доношенный. Состояние его удовлетворительное. 3,580 вес ребенка. 51 сантиметр. Пока новорожденный находится в стенах родильного дома номер 6, в понедельник будет переведен в детскую больницу. В Омской области официально заработала система 112 для оказания экстренной помощи населению при различных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Паникую, люди часто не знают, кого вызвать. Полицию, скорую или пожарных. Единый номер позволяет не выбирать самостоятельно, в какую экстренную службу звонить. Решение принимает специалист Центра обработки вызовов, что позволяет не терять драгоценное время при нештатных ситуациях. Набрать 112 можно бесплатно с любого телефона, даже при отрицательном балансе. В тестовом режиме система работала с 2020 года. За это время было принято и обработано более полутора миллионов звонков. Распространение ковида в регионе опять набирает обороты. Накануне медики зафиксировали 104 новых случаев заражения. В последний раз такое количество медики фиксировали в середине апреля. С весны 2022 показатели начали снижаться и до 24 июля не превышали отметку в 50 человек. Однако с началом этой недели уровень заболеваемости резко пошел вверх. Согласно официальным данным, ковид у амичей протекает в легкой форме и пациенты перестали умирать от инфекции. Напомним, в связи с вероятным началом новой волны в региональном Роспотребнадзоре призвали вернуть профилактические меры. Масочный режим – социальную дистанцию. К слову, для сотрудников ведомства масочный режим действует опять. Но пока только в пределах управления. Организация также рекомендует амичам избегать мест скопления людей. Однако пока информации о повсеместном введении ковидных ограничений нет. Такое решение может принять лишь губернатор на заседании оперативного штаба. 119 миллионов рублей на жилье для детей-сирот. Омские власти выделили дополнительные средства на покупку квартир. В первую очередь это связано с ростом цен на рынке недвижимости и, соответственно, повышением расходов. Общая сумма, которую планируют потратить на покупку квартир или домов для сирот в этом году – 632,5 миллиона рублей. Позади успешно пройдены аукционы на 124 помещения. Торги еще на 117 пройдут до октября. Тем временем в Дипстрое решают еще один жилищный вопрос – переселение граждан из аварийных домов по региональной адресной программе. Так в начале месяца был достроен дом на Завертяево. Уже осенью 101 семья из 29 аварийек переедет в новые квартиры. А до конца года 715 амичей обеспечат безопасным жильем. В России намерены увеличить сумму возврата налога с покупки жилья. Напомним, сейчас граждане могут вернуть 13% с 2 миллионов, то есть максимум 260 тысяч рублей. В последний раз лимит увеличивали в 2008 году. Однако за 14 лет цены на жилье значительно выросли во всех регионах страны. Пересмотреть сумму возврата налога с покупки жилья предложили риэлторы. По их мнению, потолок нужно увеличить до 6 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов, где средняя стоимость квадрата особенно высока. Для остальных же регионов, включая Омскую область, сумму возврата предложено поднять до 4 миллионов рублей. Таким образом, максимальные выплаты вырастут до 780 и 520 тысяч рублей соответственно. Инициативу уже поддержали в Госдуме. Теперь ее рассмотрит Федеральный Кабмин. Первый этап работы в городском саду завершится в срок. Все идет по плану. Так говорят представители подрядной организации, которые сейчас обустраивают тротуары вдоль проспекта Карла Маркса. Компания «Завгор» приступила к работам в этом году. Позади самая пыльная часть – демонтаж старых элементов тротуарной сети. По словам подрядчика, подготовка объекта к будущему преображению – один из самых трудоемких процессов в благоустройстве. Сначала мы демонтировали старое все. Старые бордюры, старое основание, старый асфальт. Полностью все вывезли. Порядка двух тысяч машин. Отсюда было почти 20 тысяч тонн. Все вывезли, все демонтировали. Потом завезли новый песок, щебень, бетон залили. Выставили новые бордюры. И укладываем теперь тротуарную плитку. Рабочие уже уложили пять тысяч квадратных метров тротуарной плитки. А ресурсники около дома «Союзов» заменили теплосети. Напомним, преображение этой территории идет по проекту формирования комфортной городской среды. Сквер «Утюза» набрал большинство голосов о мечи. К осени здесь закончат первый этап. Установят гранитные бордюры, скамейки, урны и цветники. В следующем году начнется второй. Кроме тротуаров и освещения появятся детские спортивные площадки и зеленые насаждения. Как отмечают в мэрии, срыва сроков не ожидается. Готовность объекта почти 70%. Несмотря на слаженную работу строителей, замечания и пожелания все же есть. Это в основном даже больше не качество работ, а культуре производства работ. Как вы сами видите, это не строительная площадка, чтобы огороженная со всех сторон. Именно огораживается место производства работ. Тем не менее, пешеходный трафик сохраняется. И для подрядчика дано поручение обеспечить безопасность прохода и пешеходов, и транспорта. Горсад – не единственный объект, который преображается по проекту. Работы проходят и в саду юнатов. Впрочем, здесь строители выходят на финишную прямую. Идет второй этап благоустройства. В прошлом году подрядчик провел демонтаж старых покрытий, собрал детскую площадку и установил декоративное ограждение. Так у детского экоцентра появились парковка и тротуары. В ближайшее время установят металлические заборы, дополнительные 11 скамейк и урн. Как отмечают в мэрии, амичи смогут оценить обновленный сад юнатов уже этой осенью. Его полностью завершат к первому сентября. Новый друг лучше старых двух. Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, набор состава завершен. Грядущий сезон КХЛ команда начнет с игроками, которые уже подписали контракты. Замену покинувшим клуб «Финнам» Вилли Поки и Оливе Рукаски искать не будут. Их работу сможет взять на себя новичок Кристиан Ярош. По словам Волкова, он способен играть и в обороне, и в атаке. Думать об усилении руководства «Авангарда» пока не собирается. По результатам сентябрьского турне будет видно, требуется ли оно вообще. Напомним, досрочно покинувшие клуб финские хоккеисты Вилли Поки и Оливе Рукаски в составе «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина. Новый сезон «Ястребы» начнут с 12 матчей на выезде. А дома сыграют только 1 октября.